Просьба всем, чтобы занять свои места, выключить соцовые телефоны, потому что сегодня будет вам давать важные знания, а главное, счастливые взаимоотношения. И по традиции, в третий раз, ведет эту лекцию, Масляков Сергей Иванович, как преподаватель экономики, психолог, директор производственной компании «Лотос», человек, который давно изучает древние знания веды, поприветствуем нашего гостя. Добрый вечер. Я хотел просто вначале задать вопрос. Кто первый раз прошел? Опять половина. У меня всегда сложная ситуация, потому что мне приходится повторять, а мы с новостью. Да? Нормально? Тогда я хочу это удовольствие перевести на вас. Может, вы повспоминаете, может быть, мы вспомним, о чем мы говорили. И заодно мы активизируем свои мозги, каждый из нас. И я тоже буду его активизировать вместе с вами. Давайте так, хорошо? Итак, мы говорили с вами о том, что, согласно ведической традиции, ведической концепции, работа психики мужчин и женщин отличается. И мы говорили о том, что нейрофизиологи, они тоже это объясняют, это не наоблог, что работают по-разному полушарии, у женщины и у мужчины. Правое полушарие за что у нас отвечает? Чувство. Чувство, эмоции, левое, логика. Как у мужчин работают полушарии? Попеременно. Попеременно. То есть они не могут работать сразу. А у женщин как работают? Одновременно. Одновременно. То есть работают одновременно. В чем сила мужчины? В том, что он может разделить. Да, что он может отстраниться от эмоций, он может проявить холодный рассудок, сделать легко выбор. То есть эмоции не будут мешать его логической деятельности. Но какая слабость мужская? Переключение. Переключение, да, он. Ему сложно переключиться. То есть у него продолжается работа дома, а на работе еще какое-то время продолжаются домашние дела. То есть ему сложно переключаться. То есть это уже сфера женщины. Уметь переключать полушария, так сказать, если вы грубо говорите, просто уметь переключать полушария мужчин с одного на другую. Это искусство. И это искусство как раз требует изучения и знания, как общаться. Итак, теперь женский, рассмотрим мозг, женские полушария, как они работают, какая сильная сторона у женщин, с чем это отражается. Разум никогда не включается. Разум, да. То есть она может хорошо определять эмоции, свои чувства. То есть мы говорили, приводили пример, что женщина никогда не думает, нравится ей это или нет. То есть она сразу понимает, ей это нравится, либо это мне не нравится. Потому что эмоциональное и логическое полушария работают вместе. И поэтому пришла какая-то эмоция, логика чистая. Она может оценить эту эмоцию и сказать, мне это нравится. Поэтому обычно мужчина обращается к женщинам, чтобы выбрать одежду. Потому что женщина может сказать, ну нравится просто. А почему? Ну просто нравится, логика остается при эмоции. Ну какая есть слабость? Нет у женщины слабости, конечно. Женщины очень сильные. Мужчины всегда этого хотят, чтобы женщины были сильные. Об этом, кстати, мы сегодня будем говорить. Это такая мужская идиллия. Мужчина хочет, чтобы женщины были сильными. Но все-таки какая слабость? Эмоции перехлёстываются. Эмоции, да. То есть нужна защита, эмоции. То есть мы говорили, что женская логика, это и логика эмоций. То есть, а нет логики, собственно. Логика построена на эмоциях. То есть сегодня у меня хорошие эмоции, значит хорошо всё. Я к этому построю всю логику. Если мне сегодня плохо, значит всё будет. Логика совсем другая будет. Мужчина не понимает. Потому что она каждый раз какая-то другая. На самом деле эта логика есть, это логика эмоций. А обязанность уже мужчины, его искусство заключается в том, чтобы эмоции женщины находились в определённом нормальном диапазоне, чтобы они как бы не зашкаливали, чтобы они не ходили глубоко вниз, какое-то депрессивное состояние, это как раз свой мужчина. чтобы поддерживать эмоциональное состояние женщины в нужном состоянии. Так. И мы ещё говорили о том, что психика, да, мужчины поделены, да, вот на такие чёткие вещи разделена. То есть, скажем, мозг, это просто говорит группа, мозг мужчины разделён на определённые топики такие. Каждый топик отдельно. Работа, отдых. Ничего не смешивается. Может, по-прошу прощения, мне пришлось долго говорить ещё для этого. Поэтому я где-то буду с секундой голоса. Прощайте. Работа, отдых. Что ещё может быть? Какие сферы жизни? Семья. Семья, хобби. Что? Хобби. Хобби. Хобби и отдых для мужчин – это отдельные вещи, сразу скажу. То есть, это не смешивается у него. Что трудно очень понять женщине. Потому что он сейчас отдыхает. А вот дальше у него хобби, у него это уже не отдых. А женщина, ну, опять отдыхает. И есть один квадрат, да, о котором мы говорили. Что там? Что там? Что там? Там ничего нет. То есть, у мужчины есть такая способность в психике, способность не существовать просто. Без динамики. Просто существуем. То есть, в психологии это называется... Психология это называется картошка на диване. То есть, в профессиональной психологии это называется картошка на диване. То есть, это что значит? Это значит, я просто сижу и все. Все. И ничего. Все просто. Это непонятно. Ничего. То есть, из этой способности у мужчины раздается способность наблюдения мира, без впечатлений, спокойно, здраво, просто наблюдения. Это дает возможность вести отреченный образ жизни мужчины, испытывать из этого определенный вкус. Просто осознание существования. То есть, желание ничего не изменить. Если кто-то занимался дыхательными практиками, пранаяма может слышать, в ледическом практике есть такая система пранаяма, то самое сложное, обычно пранаяма сейчас такая любительская пранаяма, там подышалась через одну, другую, и все на этом надо успокоиться. Но на самом деле, самое сложное в пранаяме, это способность ничего не менять в дыхании. Просто следовать за дыханием. Дыхание у меня сейчас такое, я на него настраиваюсь, и просто вот оно такое, и я следую ему. Это очень сложно. Вот поэтому это в принципе мужская такая возможность. Ничего не менять, просто вот следовать. Это мужская взаимная. И, соответственно, здесь никогда не соединяется работа, отдых. То есть, мужчине нужно определить, так, что я сейчас делаю, я сейчас работаю или все-таки отдыхаю. Мне нужно понять, если это перехлестывается, для мужчины это сложно. То есть, он тогда не получает удовлетворение. Ему нужно точно дифференцировать, абстрагировать. Вот сейчас я работаю. Все, я работаю, значит, я что-то делаю, получу какой-то результат. Я делаю А, потом делаю В, потом делаю В и получаю там результат. То есть, все понятно. То есть, какое при этом настроение, неважно. Что он думает, о чем он думает. Ну, нужно просто получить результат. То есть, мужчине нужен вещественный результат. то есть осязаем результат какое настроение при этом неважно как устроено все в женской психики женской психики дар как ее сумочке все есть как бы за нее это все понятно но для мужчин это абсолютно непонятно то есть все смешано вроде как но с другой стороны все находится на своих местах потому что там есть эмоциональный логику чисто эмоционально это ближе так почему потому что так удобно сейчас надо что в кошелек глубоко лежат суд не покупаю мне сейчас я так чувствую комфортно я вам надеваю какую одежду потому что еще с комфорт нитар я чувствую сейчас лучше когда его так почему мужчина спросить почему ты так отделась сейчас нет ничего женщины ничего не скажет, потому что вот так я хочу сейчас себя чувствовать. У мужчины параллакс бывает. Что чувствую? Что? Зачем? То есть нужно просто, чтобы было А, В, В. Вот такая одежда. Причем здесь такая одежда? Причем так вырядилась? Нет, потому что это просто эмоция, которая мне сейчас существует, она не хочет одевать. Одеваясь в определенную одежду. Вот. И для женщины соответственно ей больше важен опыт. То есть результат ей нужен тоже. Нельзя сказать, что женщина не интересует вообще результат. Ей тоже нужен результат. Но результат интересует женщину, если есть позитивная эмоция. Если что-то делается, да, то есть мы делаем это, делаем то, делаем следующее, но при этом никаких хороших переживаний нет, эта женщина не интересует. В этом возникает сложность понимания. То есть мужчина говорит, бьется там посуда где-то, мужчина говорит, заходит на кухню, приводит пример, и начинает говорить о том, как не бить посуду. При этом женщина что начинает говорить? Она говорит, ты всегда так делаешь. и мужчина, он говорит, так, что я делаю? Я, во-первых, не пью посуду, да? Во-первых, я к посуде вообще отношения к луне не имею. Причем здесь, как бы, ты всегда так поступаешь. Он начинает беситься. Почему? Это это не логично. Но что имеет в виду женщина? Она имеет в виду, когда, ну, в определенной экстремальной ситуации, то природа, она больше проявляется, лучше, ярче. И женщина имеет в виду, что ты не понимаешь сейчас моих эмоций. Ты всегда так поступаешь, ты всегда не понимаешь моих эмоций. То есть ты всегда, как бы, не понимаешь, что я чувствую. То есть ты сейчас, как бы, не даешь возможности этим эмоциям правильно развиться, ты не охраняешь меня от каких-то негативных эмоций, а пытаешь меня чему-то научить. Зачем мне это? То есть вот эта логика женских эмоций, она вот так вот выглядит, что женщина нуждается в том, чтобы защитили от определенных эмоций. Если этого не происходит, она говорит, ты всегда так поступаешь. Что она имеет в виду? Что он не понимает ее эмоциональное состояние. И мужчина, вернувшись опять еще, чтобы это было понятно, мужчина думает, ну почему я не понимаю? Я все понимаю, ты бьешь посуду, я должен сказать тебе, как не бить посуду. Но для женщины это вообще новостность просто. Для нее это не нужно. Вот это мы изучали, в принципе, более подробно на первых двух занятиях. То есть разном счете, вот эти вот этапы уже... И начали, да. И с этим мы сегодня еще работаем с ними. Здесь понятно, все, кто-то вопрос здесь есть, чтобы можно дальше идти. Потому что кто-то вот просто включился недавно, поэтому, может, несет вот момент. То есть мы говорим сейчас о жизненных вещах, что на самом деле в жизни происходит, и как не попадаться в эти волосы. потому что в принципе наука отношений сейчас не изучается. Сейчас изучается там математика, физика, как сделать, чтобы машина поехала, так, чтобы свет дарил. Но законы отношений, они не изучаются. Психология очень далека сейчас от изучения законных отношений. То есть как человек, как объект, и что он состоит, мы не знаем, это черный ящик. То есть мы делаем что-то по отношению к человеку, а результат прямо противоположно. Причем? Потому что мы не знаем, что из себя человек представляет. И с чего он устроен. Вот с чего устроен человек? У него есть чувства. Чувства есть? Есть у человека чувства? Есть. Сколько их? Пять. Пять. Да, пять. И то сейчас, если попытаться вспомнить, какие это чувства. То есть я к чему все говорю? Что мы больше сейчас разрушляем с позиции вещественных вещей, вещественных вещей, чем с позиции того, как человек устроен. Потому что все наше окружение, вся культура, она не располагает в отношении. То есть человек просто стремится достичь результата какого-то, он строит какие-то планы и отношения подчиняют этому результату. Поэтому в принципе человеку не важно, из чего человек устроен. А что еще в человеке есть? Есть чувства. Есть такое понятие, как ум. Есть у человека ум? Есть. Разум. А есть разум. Есть ложные. Есть, наконец, душа. Но это так, за чертой уже изучения. Человеку в принципе не важно. Важно, чтобы он был, важно, чтобы он как-то был полезен. И на этом все. Хотя счастье, она как раз черпается из отношений. То есть человек просто остается механичным, если просто относится к людям как к тем, просто к тем. Итак, мы об этом немного говорили. И сейчас еще одна тема, которую мы начали. И мы говорили, что отношения проходят четыре стадии. Первая, какая стадия? То есть мы будем на этих стадиях разбирать, где проявляется мужская, слабая, где женская. И он содержит сами размышлены. Существование, да. Существование. Это значит невовлеченность. То есть мужчина может быть невовлечен эмоционально. То есть мужчина может, допустим, уйти в гараж и там сидеть себе один, ковыряться, что-то делать. Ну, конечно, он не всегда один. Ему приходят друзья. И они там веселятся по-своему, да. Мужики есть мужики. Чего с них назнешь, да. Ну, в общем, существование. Тут же отношения с другим. Да. По-разному я притянусь на любую существование. То есть, чтобы это было понятно, что это значит, да. То есть мужчина может не вступать в отношения за счет вот этого квадратика, который есть у психики, да, где нет ничего. Он может просто существовать. Все нормально. Для него все хорошо и так. Есть сейчас что-то, нет ничего, все хорошо. Дальше что идет? Никто не был? Перед действием? Да, перед действием. Размышления. 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 Действия. И результат. Итак, мы с вами только один аспект рассмотрели, да? Размышления и результат. Вот это мужская сфера, да? Чисто мужская. Мужчина не понимает результат отношений. Помните, да? То есть результат отношений это какие-то эмоции. Это не мужское понимание. Мы пообщались. Я напоминаю просто, да, о чем мы говорили. То есть, если встречаются там мужчина и женщина пообщались и мужчина не говорит о, как мы хорошо пообщались. То есть, это не мужская сфера. Он говорит, да, пообщались, достигли концерта, все очень практично, все нормально. Результат, а вот женщина может сказать результат общения как вот, как здорово пообщались, хорошо. То есть, она эмоцию это может привлекать. Мужчина не может это понять. Результат общения, отношений, для него мужчина это просто закрытая дверь. Поэтому мы говорили, что если в эмоциональном плане мужчина делает женщину счастливой, в эмоциональном плане он сам становится счастливым. Потому что это женская сфера. вот на этом этапе как-то понятно все? Потому что сейчас такая сухая немножко телогия, чтобы потом в жизни перейти. То есть, результат, как результат, это какая-то эмоция для женщины. Это реальный, переживаемый, а она действительно сильная, эта эмоция, и она может эту эмоцию поделиться, с этой эмоцией поделиться в следующий случай. А вот это чисто женская часть. То есть, женщины трудно понять существование. То есть, вот это вот, как бы ничего не делание, для женщины это непонятно. Как можно просто созерцать, просто мир смотреть, таким, какой он есть, для женщины это непонятно. Здесь ясно. И мы говорили, что проблема, мы разобрали только одно, взаимодействие, размышление, результата, да? То есть, размышление. И мы приводили пример о том, что мужчина может планировать отдых, он говорит, давай поедем, отдохнем. Через дискаймери. Поедем туда, сюда. То есть, он планирует. Что значит размышление? Это значит план. Это значит, что предполагается, что может и не поедет. То есть, ну, 50 на 50, а может быть 30 на 30, 30 на 70. Я просто планирую. То есть, для мужчины это нормально, он планирует. Женщина же, она видит результат. Так, ты же сказал, извините, ты же обещал. Он говорит, как я обещал? Я просто планировал. У меня были приборы вариантов. Может поедем, может нет, может туда поедем, может сюда поедем. Но для женщины это будет уже, определенная проблема. Потому что, женщина видит уже как необходимость. То есть, здесь как план, а здесь как необходимость. Она говорит, так, ты помнишь, говорил, или как, я приводил пример со своим другом, он просто хотел поехать отдохнуть на море, просто отлежаться. И он так поделился с женой, давай поедем отдохнем. На следующий день он пришел, у него уже все, уже все, со всеми созвонились, она уже со всеми созвонилась, она уже все узнала цены, какие цены в Праге, какие цены в Приме, какие скидки рождественские, где, в каких городах. Все, уже целый список, и сколько надо денег, и все подведено чертой, и то Бог, 125 тысяч. И муж пришел, он говорит, ну все, что-то, что-то ты не то делаешь. И у них была целая, ну целая проблема в течение там несколько недель. Они друг другом не разговаривали, она считала, что он просто болтун, а он считал, что она просто, ну вот, не понимает его вообще полностью. Он просто как разрушает. Вот поэтому мы говорим, что вот здесь вот именно пересечение идет, мужчина, если нет женского аспекта, мужчина не переходит к действиям. То есть мы знаем, что у холостяков там планы уже на 10 лет вперед, но он ничего не делает. Он знает уже, как изменить страну, как создать изобилие по всем людям, как построить коммунизм в отдельно взятой стране, как сделать всех счастливыми, но при этом он просто лежит и как бы и сигара у него такая, и все. И все. Существует. Ну, сигара это такой образ, который вот очень хорошо подчеркивает мыслителя. Вот, знаете, образ создают на средство массовой информации. То есть обязательно сейчас в рекламе, когда ты куришь, надо, чтобы ну, мышление было, задумывался, Штирлиц там. Он думает сейчас. Вот так же и холостякнул. И вот я... Не будем поддерживать это. Не буду развивать эмоции. Что это образ, который просто можно добиться. Для многих понять. Вот. И здесь, как бы, действие не происходит. Почему? Потому что нет кого? Нас. Женщина. Когда женщина появляется, все, сразу шторочки появляются, гординки там. Этот муж уже там бегает, уже что-то пытается делать. И у нее уже меньше времени на планы какие-то, он уже меньше размышляет, он больше делает. Это он уже понятно. Она ему просто сказала. Что надо, она уже заявила. Своим просто отношениям. И все. И мужчина просто носится, как вот. Вон, видите, сколько машин. Это все же большинство мужчин. Они все носятся, потому что есть заказ. Женщина сделала заказ. Я этого нужен. Но если сейчас лотереют женщину, да, ну все, эти машины остановятся, они никогда не поедут. Ну какой смысл? Особенно для мужчин. Он в этот квадратик переходит, существовать, и все. И все нормально. Поэтому женщина появляется, она как раз дает вот этот толчок, действие. Вот иногда женщина теперь ее походу жалуется, то есть, ну не в 20 лет, но чуть старше. Жалуется, особенно когда после рождения ребенка. То есть вот мужчина, поп, выполнил свою миссию. То есть он где-то работает, женщина, что-то заработал, а в квартире, куда-то ребенок даже делился. И вот, нагиба, и все. То есть он даже и женщина рядом, и ребенок. И женщина жалуется. Да, женщина взялась правильно. Бывает такое. Да? Ну я вот приводил пример из своей практики. То есть если мужчина много говорит, да, вот как бы это факт, у него какие-то проблемы в отношениях. То есть нет у него ну как бы в отношениях позитива. То есть человек приходит и начинает там то, то у него какие-то прожеки. То есть и сразу видно, когда человек, ну а применен ответственности, пошел. он достаточно кратко говорит, надо, то есть время перечим, пришел, потому что это выложил свои какие-то идеи и все, пошел. А если нет, тогда он начинает. Так, давайте по философству. Если там или нет, никто не знает, ну давайте поговорим на эту тему. То есть вот как бы такая словесная чахарда начинается. А это только мужская схема, да? Да. Вот имеется в виду вот эта вот часть, да, мужская. А вот отсюда женская. Нет, там у женщины есть своя схема, то есть? Это часть вот эта женская, да? А то есть ли они? Вот женщине непонятно в существовании. Все женщины на это подтвердят. Да? Есть кто-то? Ей-то сфера лишь понятна. Согласны, женщине? Нет, не согласны. Не согласны. Они просто не знают, что я лежать на диване. Да, мудрость. Сразу первое, что возникает, это значит неудрость. Но это не мудрость. То есть женщина, она будет вот что-то одевать это, но она не поймёт. Она будет принимать это за что-то, но понятно, я это не вижу. Она посчитает, что это мудрость. Но какая мудрость просто лежать на диване? Лень. А? Лень. Лень, да. Может написать это реальность. Но это не реальность. По философии целая. То есть мозг не функционирует в этом аспекте? Не функционирует. А утичной и женщины есть душа. Нет, но если в полгене перешать, и ничего не думать, они мне дадут действовать. Вот что-то действует, понятно, а вот просто тупо, они ничего не делают. При этом и бегают. Вот она и созерцает, как вы бегаете. Такова непогрешимая ведическая концепция. То есть так устроено все. То есть без исключения. Принцип такой, что если у закона есть исключение, это не закон. То есть закон таков, что он не работает. В женском аспекте это не работает. Это можно что угодно, чем угодно заменить, по обмену какую-то сделать, но это не то, что думает этот человек. Как и мужчина, не поймет просто эмоции. То есть он может сказать «Да, хорошо». Или «Плохо». Какая-то гамма небольшая есть. Но просто ради этого, чтобы просто сидеть и общаться, причем мужчину раздражает, допустим, что женщина по телефону «Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ». Какой смысл? То есть логики нет никакой. На самом деле огромная логика. Мужчины болтали и женщины. Соберут за компанию. Но почему они это делают? Опять же они… Не делайте подмену. Не делайте подмену. Вот мужчины это не поймут никогда. Это опять же закон. Он будет думать. Почему мужчина общается с другими? С мужчинами. Друзья. Друзья, правильно. Не просто эмоция, а друзья. Он мне когда-то пригодится. Полезно сказать. Не всегда. Я не знаю. Не всегда. Просто обменяться эмоциями иногда. Мужчины встретят эмоции. Как ты чувствуешь себя? Я чувствую себя. А ты как? Я не так. И просто разошлись. Нет. Это так же будет во что-то. Что-то будет с мужчинами как-то подоплека какая-то будет. Да. У нас просто эмоциональный разговор. Там мы смеемся. Да. Мы смеемся. План строят, размышляют. Да. Но на самом деле они что делают? Вот это делают. То есть какие-то размышления идут. Какой-то интерес. Но вот этот результат, эмоция, просто отношений он не понимается. Коллективное размышление. Коллективное размышление. Да. При этом какие. Мы говорили, что разница эмоций мужских и женских. Что у мужчины эмоции идут от размышления. То есть они встретились. Мужчина инициировал какую-то тему одну. А тот ее поддержал. И они ходят. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, поняли что-то, да? И они такие, о, поняли, хорошо. Но просто эмоцию получить, вот это тонкая разница. Почему мы сталкиваемся с этой проблемой? Потому что это не изучается. То есть это вещи, которые главные в нашей жизни, мы их не изучаем. Поэтому делаем ошибки в отношениях, элементарные ошибки и не понимаем, что происходит. То есть эмоции будут идти вот от этого и от этого. Вот я сделал это, мне хорошо. А просто вот пообщался, обменялся эмоциями. Я этого не пойму. Но моих мозгов не хватит. Может кто-то есть сейчас. Умник. Мужчина, который мог заниматься. Просто пообщался эмоциями. Нет. За этими эмоциями будет что-то стоять. Будет какая-то подмена. Или замена, скажем так. Итак. Вот на принципе на этом остановились в прошлый раз. А какие-то вопросы здесь есть еще? Здесь ясно? Мы еще говорили про типы людей. Ну или как это называется? А, про природу, да? Да, про природу. Можете повторить? Повторить еще, да? Ну это многие знают. Потому что есть четыре класса людей. Это важно. А взаимосвязи какие-то еще есть? Да, мы рассмотрим еще раз. На многих моментах отношений мужчина будет и женщина будет делать какие-то ошибки. Мы рассмотрим еще. То есть мы рассмотрели только один пример такой, да? Размышление, результат. То есть когда мужчина просто размышляет, планирует. А женщина это видит уже как результат. И здесь большая проблема возникает. С этим мы разобрались как раз. Мы говорили еще о четырех природах. Почему мы говорили о четырех природах? Это дальше тема у нас еще? Почему? Потому что если мужчина и женщина разной природы, то они не смогут вдохновить друг друга. То есть, допустим, женщина хочет, чтобы мужчина работал, зарабатывал большие деньги. Если у него природа другая, он не будет вдохновляться. То есть и поэтому мы выделяли четыре класса. Это интеллектуалы, да? Потом еще какой класс есть? Торговцы. Торговцы это ниже, да? Управленцы. Управленцы. Рабочие. И рабочие. То есть рабочие это не говорит о том, что это плохо. Интеллектуалы, управленцы и торговцы. То есть интеллектуалы это люди, которые, ну и не интересно особенно смотреть там телевизор, что-то читать. Человек, который, ему просто интересно что-то открывать. Ему неважно, в чем он ходит, как он, кто о нем что думает. Достаточно редкий такой класс людей, очень редко это встречается. Особенно сейчас, в современном мире. Кто такие управленцы, тоже понятно. То есть это люди, которые очень дисциплинированные, жесткие, достаточно. Как правило, эти люди очень мягкие снаружи, но внутри жесткие. Очень жесткие. Интеллектуалы наоборот. Они снаружи жесткие, а мягкие внутри. Это один из важных признаков. То есть интеллектуала можно вот так понять, что он говорит правду, он никогда не говорит ложь. То есть сейчас об интеллектуалах немножко другое представление. Что значит интеллектуал? Интеллектуал это не тот, кто может перебирать в уме комбинации разные. Такая комбинация вот такая, или там компьютерная грамота плюс-минус, там более один в разных комбинациях. Это не интеллектуал. Интеллект это разум. А ум это способность перебирать внутри. Вот у меня есть какой-то набор информации, я просто перебираю. То есть интеллектуал это тот как раз, кто может непредвзято посмотреть на этот мир. Это достаточно серьезное чувство отречения должно быть от мира, чтобы человек мог непредвзято наблюдать какие-то объекты, какие-то феноменальные объекты в этом мире и делать определенные выводы. То есть человек, который не привязан к материальному миру. То есть человек может сидеть, как яблоки там падают, наблюдать сутками. То есть это достаточно редкие люди. Это не то, что мы сейчас не подразумеваем интеллектуал, исходя из ледической концерции. А это человек, который живет на совсем другим миром. Он непонятен для обычных людей, он как бы непонятен для человека. То есть эти люди куда-то уходили, куда-то в леса, в джунгли, еще куда-то. Какие-то совершали аскезы, что-то испытывали на себе, какие-то чувства тяжелые. То есть как бы плоть начинали, как это сказать, ну в общем работали с собой. То есть вот это интеллектуал. Это не тот, кто просто может там три плюс три посчитать, там трехзначные цифры сложить. То есть это не интеллектуал, это умство. Работайте как умство на труда. Четко. Управленцы, да, это как раз люди, которые обладают силой. То есть по природе человек, если он управленец, он много не говорит, он просто говорит одно слово, все слушаются. Это как бы признак управляться. То есть управленец это не тот, который закончил институт по управлению, да. Это, как правило, человек, который вообще ничего не заканчивает. Как правило, да, он ничего не заканчивает. Вот эти люди, как правило, ничего не заканчивают. Они учатся на жизнь, в жизни. Это управленцы. Они познают законы жизни, они хорошо ориентируются в людях, хорошо разбираются, когда говорит, что говорит. И как сказать? Это управленцы. Это не люди, которые, опять же, могут создать какие-то схемы, как, что, какие-то логические цепочки. Нет, это далеко не то. Логические цепочки вот создают. Торговые. Торговые, да, то есть это люди, которые торговли. Им надо, как бы, вот здесь вот очень уже важно. Тем более какая-то такая сильная логика, да. Это вот тут как раз. Ну и рабочие люди, это как раз люди, которые имеют золотые руки. Человек может делать все хорошо, в общем. И от этого испытывают удовольствие. Первый признак того, что природа человека, та природа, по которой он живет и которой ему необходима, то, что он испытывает это удовольствие. И то, что он может, если человек просто по природе будет занят трудом, он будет получать деньги за это. Естественным образом. И это будет нравиться другим. Есть несколько признаков. Какова природа человека. Ладно, тогда, может, это не тема нашей встречи, но если, как бы, интересная, могу сказать. То есть, первое, что человек как бы удовлетворен этой деятельностью, он может это делать сколько угодно и когда угодно. Второе, это то, что он получает средства, которым хватает на жизни. Третье, что он удовлетворяет других. Люди, которые со стороны находятся тоже довольны его деятельностью. И тогда это, можно сказать, его природа, природа человека. Угу. Понятно? То есть, если человек говорит, я интеллектуал, да? Я интеллектуал. То есть, с силой гордости, я интеллектуал, да. Хорошо. Завтра принеси парочку открытий за патентуру. Ну, все нормально. Почему тогда так получается, что, например, человек, да, рабочий по природе, но он не может этим заработать и получается, что он другим делом занимается? Ну, сейчас же не хочется так делать. Да, сейчас получается, сейчас получается таким образом, что человек не хочет, ну, как бы, из сил какого-то эгоизма, да, своего, или каких-то навязанных ценностей, он не хочет просто выполнять свои простые обязанности, по которым природа его создала. Но если он, как бы, он просто будет мучиться тогда по-другому. Если человек, как бы, не в своей тарелке, да, он будет мучиться. И почему мы начали об этом говорить, что как раз в отношениях между мужчиной и женщиной это основное, чтобы люди были одной природой. И тогда они, ну, как бы, их вдохновение вдохновляет, то есть вдохновение одного вдохновляет другого. Тогда это всегда понятно. Это очень важный аспект, поэтому мы его затронули здесь. На самом деле это другая большая обширная тема, очень тонкая тема. Психология этим занимается, и если кто-то слышал о соционике, да, это 12 типов личностей, в которых, в принципе, проявляется природа разных людей. Если кто-то с соционикой знакомит? Конечно, там не все так точно, но более-менее. А спорт это? Спорт это вот управление. Это управление. А преподаватели это? Преподаватели это вот интеллектуалы. По идее, в чем заключается преподавание? Не дать умственной деятельности, а научить учиться человеку. Кто такой учитель? Это лучший ученик. У него есть способность к обучению. И тогда он может это передать другому человеку. И на самом деле учитель должен передавать качество. И ради этого, как бы, человек интеллектуал, он, во-первых, он соблюдал какую-то вот... Ну, как пример, да, Махатму Ганди привели ребенка и сказали, мама сказала, много сахара есть, скажите ему, чтобы он не ел много сахара. Ну, приведите его через неделю. Ну, она приводит его через неделю и говорит, ты не должен есть много сладкого. Хорошо, не буду. Ребенок ушел, мама спрашивает его, а чего вы сразу-то не сказали? Да потому что я сам сладкое люблю. Я вот неделю не ел сладкое. Чтобы в словах была сила. Потому что, если человек чему-то не следует, но этому учит, результат будет лицемерий. То есть, если он как бы что-то дает, пытается теоретизировать что-то, но при этом человек вот чувствует неудовлетворение, потому что у него ничего не изменилось. У него на самом деле ничего не изменилось. Ему нужна энергия, психическая энергия, которую он получит. Ему нужна помощь. Ученик – это значит, он нуждается в помощи. Учитель – это тот, кто оказывает помощь. А как может человек оказать помощь другому? Это значит, он этим должен обладать. То есть, как научиться зарабатывать деньги? Нужно получить общение с человеком, который успешно это делает. Поэтому, когда человек, допустим, на торговле обучали, его довольно успешным торговцу. Он просто общался с ним, общаясь с другими человеком, ты становишься таким же. Но если у тебя предрасположенность к этому есть, если у тебя предрасположенности нет, то это просто трата времени. А если есть предрасположенность создавать логические цепочки для обучения? Для обучения? Да. То есть, важно, что? Для чего? То есть, что на первом месте стоит? Если обучение, то это интеллектуал. То есть, интеллектуал, он о чем думает? Он не думает о себе практически. Он только думает о том, как кому-то помочь. И он создает какую-то силу внутреннюю, и эту силу передает. Он передает управленцам, торговцам, правильчикам. И человек становится в успешном управлении, в торговле. Поэтому это звалось благословение, да, раньше? То есть, человек пришел, он понимает, что он просто уперся в стенку, ничего не меняется. Я работаю много там, и пошу, и учился, и три у меня там, три аспирантура за спиной. А толку никакого. Почему? Потому что лет сил, реальная сила психическая, которая помогла человеку реализовать себя. И поэтому приходит к интеллектуалу, который обладает этой силой. На санскрите называется тэджис. То есть, человек приходит к нему, татахтху. Это не то, что, как бы, хоп, у него что-то в уме там сработало, и он хо-хо-хо, побежал все. Нет. Но у него уже потенция возникает, чтобы добиться успеха в своей сфере. То есть, его, как бы, классификация заключается, как эксперт он готов оценить, кто на самом деле перед ним, и какие благословения ему давать. То есть, он оценил человека, говорю. А сам он где-нибудь сидит, запорник там, где-нибудь там, в пещере какой-нибудь. Ну, на самом деле, таких мало сейчас. Сейчас, в большей степени, даже будучи в Индии, множество раз встречался, ну, как бы, пытался встречаться с такими, такого рода людьми. Большинство просто играют. Они играют, что они такие вот великие. Ну, в общем, бывает, что встречаешь такого человека. Окей? Так же? Так. Вот с этой схемой ясно, да? Теперь, вернемся опять к отношениям между мужчиной и женщиной. Существование, размышления, действия, результатов. Существование. Видно же вообще четко, да? Кажется, ну, размышления. Итак, мы говорили, что мужчина планирует, а женщина это понимает как необходимость, поэтому возникает конфликт. Да? Все помнят, да? Теперь следующий момент. Мы говорили, что полушария, да, у мужчины работают попеременно. Теперь просто я немножко скажу, чтобы, ну, дальше было понятно. То есть, когда перемены работают полушария, то мужчина в отношении к женщине скатывается на какое полушарие? На чувство. На разум. На разум? Фу. Только так. Он только видит, женщина у нее сразу разум теряется. Все. У него как бы перебил, как говорится. Как эта песня пеет. Как женщину видит, так сразу. Дураки, что ли? Да, есть такая песня? Здесь есть. Бабник. Группа Дюна пела. А? Группа Дюна пела. А, Дюна, да. И Сашка бабник, и этот бабник, и Лизка бабник. Да, то есть, как женщину видит, так сразу дураки. То есть, это на самом деле так, потому что включается эмоциональное повышание. И какая проблема дальше возникает? На уровне размышления в отношениях, будьте внимательны сейчас. Мужчина начинает играть по отношению к женщине роль ребенка. То есть, у человека, у мужчины, который вступает в отношения с женщиной, у него был уже опыт отношения с мужчиной. Не подумайте, где был у него опыт. У него был уже опыт отношения с женщиной. И кто это была женщиной? Мама. Мама. Правильно. И поэтому, как мужчина подходит к браку? К ребенку. Как к усыновлению. Как к усыновлению. На подобии мамы. Да. Он выбирает, говорит, по своей мане. И что это движет? А что движет этим? Почему он так поступает? Почему я привык? У нее есть вкус просто. Да. Вот определенный вкус. И он этот вкус начинает привносить в отношения с женой. А это уже другое. Он ожидает, что, ага, семейные отношения, это что значит? Это комфорт, это картошка на диване, да? Это телевизор, это еще там что-то. Все. Вот как он видит, да? Ну, как с мамой было. Так, ты, сынок, не переработайся особо. К маме, вот я приезжаю к маме, что мама говорит? Ты что-то похудел. А ты в жене? Я в маму добавил там килограмм? Нет. Что-то ты либо весы сменил, либо не влюбил. Там давай вот тебе покормим, давай это, давай вот отдохни. Ты уже так, ты так работаешь. То есть, понятно, да? И ситуация как? Что мужчина, вступая в отношения с женщиной, в семейных отношениях, он всегда съезжает на эту позицию. Он съезжает на эту позицию, а? Поляпсика. Поляпсика. Он съезжает в позицию матери и ребенка. То есть, он начинает играть женскую роль. Он начинает думать, так, теперь вот сфера как бы эмоционального комфорта, и женщина должна создать него. Так, почему она вокруг меня не вертится? Почему она не то? Почему она не это? И мы говорили, что это вот как раз и разрушает. И на мужчине лежит ответственность за это. На мужчине. Здесь, как бы, чем отличается мужчина от мальчика? Вопрос риторический простой. Возможности. Что он начинает играть роль мамы по отношению к жене. То есть, он должен знать, что нужно жене. Ну, то есть, это та же самая природа, да? Только называется по-разному. То есть, теперь он начинает становиться мамой для своей жены. Если так, просто грубо сказать. Это есть переключение между мальчиком и мужчиной. Ну, обычно, как бы, мужчине нужно, там, какие-то сложности пройти, там, убедиться, что мамы рядом нет, какое-то время от нее побыть подальше, чтобы жизнь ее... В основном, вот это надо. Ну, вот мама улыбается, а не знаю, что надо просто сыну куда-то вот какая-то вот, чтобы он немножко переключился и к жизни начал по-другому относиться. Обычно, если мама рядом, то очень сложно. То есть, это нужна тогда высокая культура, как, ну, где-то на востоке еще осталась такая культура, где, ну, все знают свои роли, они не переходят эти границы. Там, мама мужа, она ведет себя правильно, как бы, там нет этих проблем. Но у нас, к сожалению, сейчас такого нет. Как бы, мама обычно защищает кого? Сына. Сын во всем прав. Мама есть мама, она всегда остается мамой. Ничего не денешься. Хотя ответственность лежит за отношения. Проблема, мне кажется, в последнее время. Дело в том, что раньше были большие семьи, да? И даже вот эти же девочки. В общем, часто, ну, знаете, может, вот эти говорят, что первая дядька, вторая маленькая девочка, как правило, первая рождалась. Часто бывает. И вот она, в человеке, она выполняла, девочка, сестра, роли матери по отношению к праву. Своему младшему. И вот это отношение к старшим странам в вашем праве. Женщина потом взрослая, она вполне усыновляла. Ну, это было бы, когда мужчины, это очень часто было. И семьи были большие. И больше того. А наоборот, когда лопитики, когда брат старший… Немножко, немножко не в этом проблема. Я просто не хотел, чтобы мы долго об этом говорили, об этом извините и любите. Проблема в том, что нет мужского воспитания. И это тоже, я согласен. Но это очень старший брат в семье, он автоматически тоже заботится, ему не надо переключаться. Вот, например, я старший брат в семье, да? А то, что ты… Мне как бы… Вот я… Значит, он знакомится с девушками автоматически… Если вы говорите о том, что вы вначале сказали, что там была старшая сестра, то это опять замена мам. Это то же самое отношение, и мужчина как бы не растет. Я говорю, что раньше детей было больше, сейчас и девочки также инфантильные, потому что она выросла одна в семье, она принцесса выросла. И понимаете, вот это образование и в психологии не изменишь. Нужен пример. Понятно. Пример. То есть, если, допустим, есть, ну, мужчина, который взял ответственность, да? За семью, там… Мальчик – это сразу, ну, как бы… Ценностям есть как бы три типа образования. Есть теоретическое образование, практическое образование и образование ценностей. То есть, теория понятна. Как теория? Мы идем в лекцию, слушаем лекцию, что-то там понимаем, да, какие-то, все вроде в голове увлеклось. На практике смотрим – нет, не увлеклось, надо какие-то навыки заработать. А ценности как можно обучить? Ценности можно только подцепить. Их невозможно… А невозможно обучиться. Маленький ребенок говорит – мама, я хочу стать врачом. Почему? Да потому что, оказывается, там у него дядя, который авторитет для мамы. Он просто врач. И все. Только и все. То есть, если человек есть ответственный, да, который взял ответственность, то это ответственность легко понимается ребенка. То есть, тогда в этом проблеме нет. То есть, если есть, допустим, старший брат, который взял ответственность за младшего, да, он как бы уже это начинает понимать. Угу. Здесь разница в чем-то. То есть, не в теории, в теории. Вот сейчас скажу какую-то умную мысль. И пойдет человек, эту умную мысль применит, и все будет хорошо. Нет, так не будет. То есть, это не жизненная концепция. Это просто теоретизированность. Просто теоретизированность. И так, поэтому здесь вот будет такая проблема, когда мужчина, вот тут размышления, на этом как бы все будет, он будет съезжать с этой концепцией. То есть, он будет переходить на концепцию наслаждения. Угу. Хотя, мы говорили о том, что мужчина наслаждаться по природе не может. Помните, в прошлый раз говорили? Он созерцает просто. Да, он не может. Его, как вот кто-то сказал, да, что он просто мечтает, или вы говорили, да, что он только мечтает. Он выполнил свой долг и, как бы, и ничего не делает. Его концепция наслаждения к чему? Вот мужчина просто, если проанализирует свою работу своей психи, она заключается в том, чтобы проработать неделю и ничего не делать. Правильно? Да. То есть, мужчина, он, ну, как понимаете, с него не выжилишь сухой тряпки воды. Там нет этого. Это есть в женском полушарии, в активном правом полушарии женщины. Сдвинуть? Полушарий. Мужчину можно сдвинуть. Мужчину можно сдвинуть, да. Ну, как обычно женщины сдвигают? Малышка, лобочки там. Да. Да. На этом мы еще поговорим, как сдвигать мужчин, как их сдвигать с четвертой точки, чтобы у них это, мозги не переключились в другое место. Вот это проблема у студентов. Итак, поэтому мужчина отличается от мальчика просто ответственностью. Ответственность – это значит, что бы ни произошло, я никого не обвиняю. То есть, это моё. Ответственность – это моё. То есть, какой мне смысл обвинять, там, мои брюки, там, еще что-то? Это моё же. Ну, сам дурак, если такие брюки. Ну, какой смысл обвинять кого-то, да? Или, допустим, я приводил пример на первой встрече, что едет человек на машине, и потом, хоп, повернул куда-то, и вылетел за пределы, за бордюр. И он же там не говорит, что плохая машина. Он говорит, ну, что-то вот неправильно не досмотрел, что-то не так сделал. Это я виноват, конечно, я виноват. Зачем это было гнать так? Зачем, как бы, так резко тормозить? Это значит, он взял, ну, как бы, ответственность. То есть, если человек берет ответственность, то он никого не обвиняет. Он понимает, что он где-то не досмотрел, где-то не доглядел. Это его прокат. Мужики машины другая. То есть, если это Жигули, он Таник. Это значит, женская позиция. Ну, вот я в интернет мечтаю, автор-любитель. Это машина виновата. Да. Плохая машина Жигули. Нет, только я не права. То есть, иномарка, она держит дорожку. Знаете, что это отношение? Она, что держит дорожку. А Жигули плохо держит дорожку. Да зачем ты ее брал? Сам не давал. Сам не давал. Это просто, как бы, как это сказать? Цепочка. Мужское глупое общение, да? Когда мужчины собираются, и я не считаю, что они такие вот... Ну, вот был психологический опрос, что мужчины думают, женщин привлекает мужчину. Они говорят, жесткость такая вот, сила. На что у женщины потом, как бы, статистика была. Что у женщин, оказывается, привлекает? Разумность и при этом чувствительность к ее проблемам. А не вот этот жесткий мужик из бара, какой-то такой... А мужчины сами по себе думают, о, мы крутые ребята. А женщины смотрят, дураки. Мы такие крутые, у нас такие крутые тачки, мы такие... Но женщины не привлекаются. Вопрос. Потому что женщина отвечает, не факт, что она правдиво отвечает. Она отвечает, как бы, как она хотела. Это ее природа. Ее логика эмоций. Надо смотреть не на ответственность, то есть слова. На эмоции. Надо смотреть, кого выбирают женщины. То есть кому она подойдет. Она крутые тачки подойдет. Крутуру товарища. Вот это женщина... Это я просто говорю. Это думает мужчина о женщинах. Понятно? Ага. Так. Итак, мы говорили о ответственности, да? То есть вот это то, что позволяет мужчине быть мужчиной, а не мальчиком, это ответственность. То есть когда он берет ответственность, он никого не обвиняет. Если он берет замуж девушку, он берет, он понимает, кого он берет. Если что-то происходит, это его ответственность. Он должен учиться управлять. Управление – это значит не насилие. Кто-то считает, что управление – это насилие. Это значит, я вот сказал, может, это не управление. Управление – контроль, он никогда не заметен. Если человек замечает контроль, это значит, это не контроль. То есть мужчина управляет женщиной ответственностью. Он взял за нее ответственность, она никуда уже деться не может. И все. Что он за него отвечает. И мы говорили как-то на прошлой встрече, а что если он отвечает, отвечает она, и все. То есть зачем он? Нет, мужчина всегда, если он ответственен, придет кто-то другой. То есть если женщина выполняет свои функции, если даже что-то она потеряет, она не потеряет на самом деле. Если она в своей природе находится, выполняет свои обязанности, то она нигде ничего не потеряет. Так же, как и мужчина. Если он заботится о женщине, он никогда ничего потеряет. Итак, здесь возникает проблема, что мужчина думает, что женщина будет заботиться о нем, как мама. А не наоборот. И тогда возникают все эти проблемы, которые здесь возникают. И в чем еще возникает проблема? Что мужчина думает, исходя из того, что он воспринимает эти отношения чувства, чувственно, с женщиной, он думает, что может говорить что угодно жене. Вот это большая ошибка. Он думает, что женщина это друг человека. И поэтому он может как с другом говорить с женой. Он может что угодно, он может другому сказать, я как-то ехал, летел в самолете, и там сидели два парня со мной, они ехали, ну, как потом я выяснил, гнать машину иномарку. Ну, такие простые ребята. И они как друг друга по-другому не называли, как, ты дурака кусок, он говорит, ты дурака кусок, он говорит, ты сам дурака, ну, как такое вот простое общение, пренебрежительное несколько. Это чисто такое мужское общение. То есть, мужское общение заключается в том, чтобы, ну, это далеко в дебре полезнее, чтобы как раз уйти от ложного эго, чтобы себя немножко ниже ставить. Это мужское общение. То есть, мужчина как-то ценится, что я такой вот как бы, а ты тоже, собственно, такой. Это все нормально. И сразу возникает простота в общении, все как бы, они раскрываются, потому что им эмоции очень сложно проявить. И поэтому им нужно снять какие-то вот шоры, да, и они начинают говорить, я дурак, я тоже дурак, ну, хорошо, давай вот выпьем. Вот это такое. Сначала выпьем. Ну, либо наоборот. Доброе сигаре. Я не говорю о том, что все так делают. Опять же, не поймите приврат. То есть, это просто тенденция. Это просто тенденция, исходя из мужской природы. Но вот эту тенденцию проявлять в отношении жены никогда нельзя. То есть, это не друг. То есть, мужчина должен взвешивать свои слова особенно перед женой. То есть, он не должен думать, что это друг, теперь могу что угодно говорить, как угодно говорить. То есть, здесь вот это будет, ну, опять же, проблема возникает. Вот. И как выводит женщина мужчину в нужное состояние? Это, собственно, первое это отстранение. Да, как обычно, женщина отстраняется немножко, становится такой холодноватый в отношениях. Ну, если это не помогает, то гнив. И, в принципе, женщина, она всегда будет давать некоторое давление мужчине, чтобы мужчина развивался. Потому что мы говорили, да, что вот действие начинается тогда у мужчины, когда возникает женский аспект. То есть, мужчина вообще не деятель, не деятель по природе. Но когда появляется женщина, тогда он становится деятельным. И женщина всегда будет испытывать давление. Каким образом? Она не удовлетворена, вроде чуть-чуть, да? А может, и не минут, чуть-чуть. Может, с положением, своим эмоциональным состоянием. И это к чему ведет? Это ведет к тому, что мужчина становится, вон, на вот эту платформу. На платформу размышления, правильное размышление. То есть, женщина, она вообще по природе должна создавать трудности для мужчины. То есть, все наоборот. Мужчина, потому что сейчас женится, как-то для него наоборот, как-то все легко будет. Но семейная жизнь, да, она, как говорится, 95% в нем практицизма, 5% романтики. Хотя все женится, думают, 95% романтики, 5% практицизма. На самом деле, семейная жизнь, она практичная. Кто, ну, кто семью имеет, он знает. И женщина, она выполняет определенные функции в семье. Она выполняет такие функции, которые заставляют мужчину думать. Вот это одна из важных функций женщины. То есть, он начинает не просто думать, как мы говорили, да, а практически думать. Он может философствовать, он тоже думать будет, да. Но женщина, она даст ему практическое мышление. Не просто практическое мышление, а жизненное мышление. Начинает мыслить жизненными категориями. Он как бы, с него иллюзия спадает. Так, все, теперь я понял. Надо идти работать. А до этого я не знал. Ну, вот сейчас женюсь там хорошо, на богатой девушке. Ну, потом так же богатая девушка, просто все и кончится. То есть, когда-то, как бы, у меня все равно, ну, как бы, вставать на мужскую позицию. И вот, вот этому, как бы, даже в школах обучать. Понимание мужской позиции, понимание женской позиции, как это должно происходить. И что это значит, собственно. Вот. Итак. Мы об этом уже говорили. Здесь какие-то, может, вопросы принялись? Скажите. Можно вводить только картинечку? Тут у нас иногда бывает, что женщина выступает мужчина, в роли мужчина-женщина. Здесь к чему? Дело в том, что, во-первых, в каждом человеке, вот, в каждом мужчине есть женские гормоны немножко, в каждом женщине есть мужские гормоны. То есть, если поровно гормонов, вроде, как-то, такая, вот, в полосах проявляющих человеке, то и то, что ты. И те, и через чешты проявляются, мои замечания. Не-не-не, это мужская гормоны. Сейчас объясню. Женщина всегда остается в женщине. Она может быть, ну, как бы, если у нее там борода, усы, нас тут, бурят. А поведение, чисто мужское поведение. И даже по этой песне отведутся, потому что, по слову, все, и шаги у женщины. То есть, она там управляет, себя вгоняется в лишний. То есть, как бы, она же... Когда Маргарет Тэчер оставляла пост свой, она сказала, что я теперь не нуждаюсь в этой позиции премьер-министра. Почему? Потому что умер ее муж. Ничего нечестно. Было простое определение, которое давал журналисту. Вот, кстати, пример, женщины-правитель. То есть... Она оставалась женщиной. Муж все равно, как бы, при ней был. При ней. Поэтому она жила. Все, теперь нет смысла. Она вот вас поставила. Какая бы она ни была, она все равно женщина. Смотрите, но есть ли гармония, когда, например, планы, чтобы обоих... Гармон, гармон это тело. Нет, нет, я думаю, что гармония, не есть ли гармония в том, что... То есть, бывает так, что женщина берет на себя ответственность. Ну, бывает же такое в семье часто. А мужчина, как бы, он играет в том, что он что-то делает, все, но он уже, как бы, не является насилием ответственности. То есть, она заботится, она думает, как вот семья, чтобы обладать вообще. То есть, если это ее устраивает, то его устраивает. Может быть, это тоже гармония? Хотя она противоположна вашим словам. Богатим мужчинам. Если женщина устраивает, это такая позиция. Когда... Женщина просто... Я вовь это устраивает. Нет, я вовь это не устраивает. Мужчина... Если мужчина это устраивает, это проблема. Уже проблема. Уже. Если мужчина не устраивает, то женщина как бы все там размышляет, за него знает. Знает, что ему нужно покушать, какие ему одежду одеть, куда его отправить работать. как она она в принципе что должна сделать она должна просто дать им толчок то есть ну соответственно он есть ответственность и у нее семье может быть также было и плюс еще в семье она была старше страна привычка это не значит хорошо есть плохие привычки это не говорит о том что все мы теперь это принимаем вот она вот так обусловилась у нее был такая семья но тем не менее если продолжать жить так дальше она ну как бы будет страдать и мужчина гормоны будут нарушаться позднее будут проблемы потому что с первое сначала неправильная работа нервной системы до парасимпатика симпатикам гормональный уровень уровень крови и физиология пошла все если женщина не как бы не живет не своей природе пошли гармону правил поэтому лучше несмотря на то что может быть сейчас женщина как бы ну просто ли свои позиции находится но опять же я хочу сказать не обязательно если женщина руководитель то она не женщина чтобы это не путали а потому что если мы говорили есть разные природы она управленка да просто да по природе она будет управлять но ответственность несет нарушит управление тонкая разница так у нас Ну ладно, что-то ещё мы успеем, может, это сказать. Итак, мы ещё говорили об одной важной теме, и мы ещё раз на ней заострим внимание. Когда у женщины есть контроль над мужчиной, когда женщина контролирует мужчину, тогда она полностью становится в своей природе. Мы это начали говорить. То есть постулат будет произнесён, может быть? Нет. То есть мы говорили о том, что разумный мужчина, он покажет, как он привязан к женщине, как он от неё зависит, как он без неё жить не может. Говоришь правильно? И делаешь. Почему? Почему это важно? Если он не покажет свою привязанность к женщине, у женщины будет много желаний. То есть чувство эмоций, оно должно трансформироваться в чувство собственности. Помните, да, мы говорили об этом? Чтобы не задевать это насколько притронно? Нет. Чувство собственности – это очень хорошо. Потому что если это что-то наше, мы будем это беречь. Вот мой рояль. Вот кто тут открыл крышку? Кто тут выбирал? Избили там. Я жена. Кто здесь крышку открыл? Да. Я жена. Правильно. Вот так это чувство собственности очень хорошо. Поэтому мы говорили, что есть два типа отношений. Отношение мужчины к женщине. Отношение правого и левого крыла. Это говорится в юридических писаниях. То есть правого крыла эта женщина говорит, что я принадлежу мужчинам. А левое крыло говорит, что мужчина – мой. Это моя собственность. И тогда женщина может выражать свои эмоции свободно. Она не будет блестить, говорить, что это хорошее. То есть она будет выражать свои эмоции такие, какие есть. И мужчина, он готов к этому. То есть ему это нужно. Но здесь выбор делает мужчина. Какое ему отношение, какие его устраивают. Здесь выбор делает не женщина. Если мужчина согласен на экстрим, да? То есть ему надо экстрим. То есть там будет очень много чувств. Много разбитой посуды. Может даже пожары. Но там жизнь будет быть ключом. Но приведу простой пример. Какие мужчины выберут тот или иной метод отношений. То есть я смотрел на зарисовку. Один чудак, он там на велосипеде с горы поехал. Почти вертикально. Далеко очень ехал. Я думаю, что ему шахматы не очень нравятся. То есть ему нужен какой-то экстрим. То ему как раз вот такие отношения с эмоциями. И тогда ему нужно... Он какую роль играет? Он играет простую роль. Он говорит, я просто... Действительно влюблен в нее. У него есть чувство собственности к ней. И у нее рождается такое же чувство к ней. И они просто могут что угодно друг другу говорить. Сколько угодно посуды бьется. Но они знают, что они без друг друга жить не могут. То есть у них вот это привязать чувство собственности это выше эмоций. Тут как бы еще бы схема внутри себя. Но это тогда... Мне это интересно. Неужели как бы она не может чувствовать себя, как бы что вот это мой, и при этом проявлять какие-то мирные эмоции. В плане что, как бы если ты ведешь себя правильно, ты понимаешь, как надо себя правильно вести? Ты правильно себя ведешь? И она... Ну все нормально. Потому что мужчина хочет комфорта жить. Правильно? И он говорит, так, почему ты ведешь себя так? А что хочет женщина у тебя другого? Да. Она хочет эмоции проявлять. У нее логика эмоций. То есть логика эмоций это значит, что эмоции могут вот так идти, 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 а потом ни с того ни с сего вот так упасть. А потом вот так опять подняться. Для мужчины важно что? Так, а почему ты поднялась эмоция вот эта у тебя? Ты что? Ничего не понимаю в жизни. Это ее эмоция. У нее есть логика эмоций. Сейчас по ее логике у нее период эмоционального простота. А вот вы сказали, что чувство собственности хорошо. Это для женщин, для мужчин? Для мужчин и для женщин хорошо. Тогда вопрос вечно у меня. Если у нее чувство собственности у девушки, да? А у нее нет, да? Она не моя. То есть это чувство собственности только с родами? Да. А я ничего не знаю. То есть самое важное, если говорить о приоритете, что важнее? Чувство собственности женщины по отношению к мужчине, чувство собственности мужчины, то важнее, чтобы женщина была. Потому что мы говорим о чем? Отношение определяет женщина. То есть будет брак или не будет брак, будет отношение или не будет, определяет женщина. Мужчина не определяет. Мужчина может проявлять себя. Деловой такой, но все. Но она будет решать. Это законы вселенной. Поэтому важно, чтобы женщина была приятна. Поэтому рассматривается правое и левое крыло относительно женщины. То есть женщина либо говорит, да, я привязана. Это моя. Это моя собственность. И эти отношения крепкие, очень крепкие. Она может его гонять. Он убегает от нее. И кажется, что какая здесь вообще ситуация, что ли? Нет. На самом деле это разумный мужчина. Он позволяет это делать. Да как-то вообще прямо я даже не знаю. Ужас какой-то. Потому что мужчина... Почему? Мужчина не должен утверждаться в семье. Мужчина должен утверждаться в социуме. Он утверждается там. А в социуме... В семье он просто как бы играет. Так. Как ребенок. Вот ребенок сейчас... Вы пришли, допустим, домой. Там ребенок говорит, папа, убегай от меня. И папа убегает. И все, прячется. Вот что-то подобное. Потому что он отвечает за ребенка. Вот сейчас ребенка такая эмоция, он хочет поиграть. Тоже пришел домой. Там еще один ребенок. Жена. Она тоже хочет поиграть. Ну и все, давай поиграем. У нее ответственность за него. За нее. У нее за нее ответственность. Все, поиграем. Гугл поставил. И все. Но потом он, конечно, даст какие-то четкие... Он... Понимаете, что происходит? Непонимание. Я сейчас говорю какие-то вещи. Хотя перед этим надо было, ну, совсем другое что-то объяснить. Чтобы было понятно вот это. Потому что мужчина, он управляет эмоцией. То есть вот есть какой-то диапазон нормальных эмоций. И мужчина должен вот этот диапазон. Как бы женщина вот в этом диапазоне. Как бы уметь поддерживать. То есть нужно время включать определенные рычажки. То есть как машины управлять. Это мы обучаем определенным образом. То есть когда что? То есть когда эмоции? Когда эмоции? Вы тянете рыбу. У вас резко напрягается. Что вы будете дальше тянуть? Не ловили рыбу? Нет. Я ловила. Тянешь и знаешь, что сейчас надо отпустить. Потому что все порвется. Ты отпускаешь. Это рыба вот там. У-у-у. Она обязательно вернется. Она обязательно назад пойдет. И тогда уже оп. Она ближе еще. Опять натяг-натяг. Вот это руководство эмоций. То есть мужчина, как мы говорили, пример приводили. Разбилась посуда. Мужчина заходит на кухню. И начинает учить женщину, как ей бить посуду. Глупость полная. Она сейчас нуждается. У нее сейчас эмоции выходят за рамки. То есть вот, скажем, вниз пожми эмоции. И мужчина, долг мужчины эти эмоции вернут назад. Для чего? Для того, чтобы оставить нормальную логику. Женщины, которые разные повышали работу. Почему сверху тоже есть ограничения? Сверху. Потому что если вот сюда будет, то и потом сюда будет. То есть у нас природоотносительность. Относительность мира. Материальный мир он относительный. То есть качели. Качели. Чем больше счастья, тем больше будет потом страданий. Потому что счастье меряется на основе страданий. Это ломство. Счастье – это страдания. То есть я хочу пить. Все, сушняк такой. Потом выпил. Хорошо. А чего от этого извинуться? Просто уж не страдание. Я чувствую, счастье – это просто отсутствие страдания. То есть на относительности. И поэтому мужчина тоже должен смотреть, что вот это верх не пошло. Но при этом логика поддерживается четко у мужчин. То есть если сферу логики взять, то он выдерживается четко. Не должно за грани логики выходить. Нормально. То есть все должно быть по плану. Мы идем по плану. Все у нас хорошо. И так далее. То есть эмоции не должны переходить на сферу логики. Здесь эмоциями поуправляли. Побегали друг за другом там вечером. Попинались там. Все нормально. Все. Дальше идем на работу. Дальше идет посуду мыть там кто-то. Дальше там еще что-то. Все дальше продолжается. Это уже ответственность мужчины. Держать ключи. Можно мужчине вообще не вмешиваться? Вот разбило? Нет. Это самое плохое для женщины. Или прийти он для командования. Нет. Это опять как бы. Вы начинаете переходить вот на это. Существование. Мне па-бар-бам. Это самое. Нет. Может быть просто чтобы себя не отстаял. Что я сейчас буду перейти к ней на кухню. Я посижу. Она же где посудила? Нет. 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 Для женщины. Женская логика заключается в том, что здесь вот должно как раз вот. Самое страшное. Да. Лучше пусть плохие. Чем неприязнь. Ну как бы. Чем отстранение. Нет. Отстранение может быть положительным. Просто как бы. Для вас. Да. Нет. Просто не можно зайти по подготовке. Чувствовать, что осталось без права. Да. Нет. Нет. Вы сейчас просто проговорили слова. А с ним можно сказать. Подождите. Нет. Лучше тоже не важно. Важно, что вы чувствуете внутри. Я понимаю. У меня все позитивные. Уважно. Вижу тогда слова, которые посреди. То есть вы приходите и действительно вы чувствуете эмоцию у женщины. Вы подстраиваетесь, да? Под эмоции. А есть еще спокойные девушки? Берете вторую тарелку. Да. И вторую тарелку берете нервиски. Да. И это сразу же вот из этой. Оп. Сюда ее подниму. И она вам договорилась всего плохого. А что она вам вообще думала? Что вы там полгода назад что-то не купили. И там что-то куда-то не туда пошли. Все это высказалось. И все. Ты нормально. Логика определенная. Логика эмоций. Здесь нет логики вот такой вот. Я сейчас. Мужчина как думает? Так. Если я сейчас. И мы начинаем. Вот в чем опасение? Что мы начинаем применять это со своей логикой. Так. Мы сейчас думаем. Так. Я сейчас должен пойти. Вот она тарелку разбила. Мы услышали там на лекции. Так. Сейчас я пойду сяду. И буду говорить ей. У тебя на руку все. А она чувствует, что просто у тебя нет этого настроения. И все. Что-то неправильно было сказано. То есть задача как бы заключается в том, чтобы поддержать эмоции в определенном диапазоне. Да. И при этом свою линию держать. Ну это мужская концепция. Поэтому мы говорили. Что ценит женщина? Она ценит разумность. И чувствительность. И чувствительность. И чувствительность. Чувствительность – это сохранение эмоций. Потому что для нее это эмоциональное. Это ее жизнь. Эмоция – это ее жизнь. И при этом, как бы вот это вот канву продвижения вперед семьи не потерять. Ну вот так здесь. Вот. Поэтому женщина должна быть, то есть в отношениях мужчины и женщины, мужчина должен делать женщину счастливой, а не женщины должны делать мужчину счастливой. Ты должен думать о нем. Ты должен думать о нем. Это все отменяет. Я сейчас объясню. Может быть, немножко запутанно. Мы говорили, что мужчина может существовать, да? Просто существовать. Женщина, она существует только в отношениях. А в отношениях – это значит кто-то еще. Женщина никогда не отделяет себя от объекта отношений. Это разница психики мужчины и женщины. Мужчина, он может отделять себя. Вот есть я, как о нем говорили, все разделено на топики. Есть я, есть моя жена. Вот в женской психике это смешанность. То есть есть я вместе вот с этим. Это мое, но это не отъявление. Поэтому, когда мужчина делает эмоционально счастливой женщину, он делает счастливой эмоционально себя. Во-первых, потому что он эмоции не может вытащить из себя, из своей психики, потому что у них там нет. Во-вторых, она будет удовлетворена и давать это эмоции им. То есть поливая корень дерева, насыщается разными части дерева. Нет смысла поливать разные листочки. То есть, если женщина удовлетворена эмоционально, уравнолежно, то у мужчины все хорошо. Но стоит только женщине что-нибудь, мужчина даже на работе это почувствовать. Что-то не точит, а не так как бы. Она какая-то вот эмоциональная. То есть эмоции в шесть раз сильнее у женщины в шесть раз сильнее эмоции, чем у мужчины. Есть здесь какие-то, может, моменты? Мы понимаем. Используем. Дальше. Дальше. Используем. Так, мы говорили, что ценят женщина в мужчине, да? Мы об этом сказали. Что женщина в мужчине ценят разумность и чувствительность, да? Одновременно. Мужчина как раз, он либо то, либо другое может, либо разумность. Он не может одновременно. Если мужчина проявляет это, то женщина это ценит. Теперь, что ценит мужчина в женщине? Красиво. 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 Физическо. А. Тоже... Веста как фонарик. Удовлетворенность, да? Вот тем, что у них есть. Удовлетворенность — это такое идеалистическое счастье мужчин. Женщина всегда хорошо. Независимо от того, какое заработная плата, какое у него сейчас состояние, вот это ценят мужчину. Это сложно очень женщине. Но это наиболее сильно ценит мужчине. Когда женщина удовлетворима. То есть у нее все хорошо, в национальном плане. Если по природе уже это заложено, то очень хороший такой позитивный аспект. И порой, если говорить о других крайностях, то возникает другая ситуация, что порой мужчины и женщины в отношениях перегружают друг друга. Женщины перегружают мужчину чем? Эмоциями. Эмоциями, да. То есть какая-то вот у нее вот дочь, и мужчина, он это перегружать начинает. На самом деле, говорится, что это очень важно, это должна чувствовать женщина, чтобы не перегрузить мужчину. Потому что мужчина может эмоционально не справиться. У него логика не работает, когда эмоции работают. Поэтому если мужчина как бы перегружается, вот женщина не удовлетворена, у нее все плохо, там постоянно все плохо, и это плохо. Он начинает, ну вообще, у нее переключка происходит, и он думает, ну все, я просто ничего, ни на что не гожусь. Я просто не мужчина вообще, у нее самоедство начинается хуже. И женщина должна это регулировать, уметь это регулировать, уметь это привносить в отношения с мужчиной. Иначе это будет такой, это называется психология, эмоциональный терроризм. То есть когда, это не значит терроризм, это значит, женщина так, аааааа, это не терроризм. Истерия. А? Это истерия. Истерия, да. Терроризм, когда она так, ну недовольна. Что-то, 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 и по-моему, истерия вся проблема там. Ты там, это, ты там, то у тебя плохо, это, смотри, вот, Колька, смотри, уже там, карьеру какую сделала, ты вот до сих пор. Смотри, вот, как эти живут, как соседи живут, смотри, на какой-то машине они ездят. Посмотри, вот, сумку я месяц назад только новую купила. Ну, как бы все вот так, не очень, посмотри, видишь, не очень, как, все. И вот это очень сильно перегружает мужчину, и он может закипеть. Закипает он не от того, что она выражает свои импульсивные, свои эмоции, а от того, что она недовольна. То есть мужчина это остро чувствует. И если, как бы это на протяжении какого-то долгого времени, то, дорогие девушки, будьте аккуратны. То есть тогда возникнет какая-то ситуация, когда она, как бы, какая-то ситуация сразу, потому что это очень перегружает. А для того, чтобы не перегружать мужчину, есть кто? Подружки. Хобби. Есть подружки. А вообще, говорится, что бабушки лучше всего, да? Ну, не знаю, конечно, у нас сейчас семьи такие, что... Бабушка, что бабушка? Бабушка учить не будет, в отличие от мамы. Мама всегда будет учить. Это смотря какая бабушка. Ну, правда. Но по природе бабушка, она, ну, как бы... Мама, как бы, она заботится вот именно дать путевку в жизнь своей дочери. Там, как бы, учение, нравоучение, там. А это не нужно. Вот в этой ситуации ей не нужно это вообще. Ей нужно просто, чтобы кто-то выслушал ее эмоции и сказал. Это нормально. Знаешь, как мы с твоим дедом, с какой он, саблей приехал, когда мы с вами, и как мы там разбирались. Все. И все таким образом, как бы, решается. А если бабушки нет? Бабушки нет. Ну, да, подружки остаются, что остается. Но важно, знаете, почему подружки не очень еще хорошо? Наши, может, подружки. Сейчас мне некоторое такое, может, негатив скажу. Потому что в подружках есть... Ну, как и в неподружках, и в друзьях, да, с тем, в общем, есть в аспектах отношений... В чем конкурируют женщины? Они конкурируют в аспектах отношений. Если мужчины конкурируют в аспекте успеха, то женщины конкурируют в аспекте отношений. И поэтому будет присутствовать зависть. Хотим мы это выжимать. То есть, как мужчина, он когда общается с другим мужчиной, то есть, они смотрят, насколько успешен этот мужчина, и у них, ну, как бы, естественно, будет пробуждаться в этой сфере некоторая вот такая зависть. То у женщин вот возникает зависть вот в аспекте отношений. То есть, когда девушка, почему ему бабушка? Потому что бабушка, в ней все... А вот подружки у них вот может этот аспект присутствовать. Поэтому очень, ну, как бы, не говоря о том, что это всегда так, ну, этот аспект может быть просто проговорим. Мужчина перегружает женщину чем? Без действием, ну да. Это сильная перегрузка. Ну, это уже крайность какая-то. Потому что женщину сильно бездействием не перекрубишь. Она в какой-то момент скажет, слушай, дорогой. И все, это дорогое, никуда не денется. Потому что из этих объятий, как бы, очень сложно будет. Какая-то холодность небольшая появится, и мужчина уже не может быть спокойным. То есть, просто если близкий человек, женщина, жена, если она просто некоторую, даже небольшую холодность проявляет, все, уже мужчина не сможет спокойно лежать на диване. Он, может, все равно будет лежать на диване. Но неспокойно, да. Ему все не так. Вот поэтому перегружает обычно мужчина женщину в своим долгом в социальной сфере, соответственно, как бы невниманию, то есть недостаток внимания, недостаток внимания в отношениях, сосредоточенностью на работе. То есть, когда у него только работает левая погушария логическая, и все. То есть он приходит домой, он продолжает работать. Он работает, он говорит, так, что у нас сегодня, каков план действий. И женщина это чувствует, что просто план, что логика просто. И это перегружает ее. Она теряет ощущение эмоций, ощущение вкуса в жизни, свою ненужность. И как есть принцип, без внимания женщины и дети засыхают. Т.е. нужно внимания, иначе это все плохо кончится. Т.е. есть какие-нибудь упражнения, чтобы мужчина переключился к самоте, да? Т.е. вы говорили, что женщина обязанности, женщина обязанности мужчины. Т.е. на прошлый раз разбирали. Первая обязанность женщины, когда мужчина приходит с работы, переключить его, как бы, да, с него повышали на правду. И что она делает? Т.е. она говорит ему приятные слова. Т.е. это не говорит о том, что весь вечер надо это делать. Потому что в прошлый раз обсуждали, сразу была такая лилкая паника у женщины. Т.е. весь вечер, что ли, я должна вокруг него бегать? Т.е. нет, должен просто переключить его. Т.е. вообще в кота превращается. Т.е. в кота, да. Т.е. мы сказали ласковые слова. Т.е. потом идет другой. Т.е. толпак тушил. Т.е. все. Т.е. а потом начинается включение другое. Т.е. у кого? Т.е. женщина включает ему другое оподушение. Т.е. а как? Т.е. она приходит ему говорит, так, а знаешь, коммунальный этот платежи-то надо платить, а то здесь развелся. Т.е. ну, как бы, а не изначально, было бы, было бы, было бы, все, да. Т.е. правда нельзя говорить, когда вдруг я пришел на подушку. Т.е. вот, неправильно. Т.е. хорошо это все, он лежит, и ты там, допустим, футбол, хоккей, а если он каждый день? Т.е. вот, надо переключать. Т.е. подожди, подожди. Т.е. сейчас все это закончится. Т.е. тогда скандал. Т.е. пара тарелок. Т.е. а иначе, ну, как бы, тоже... Т.е. из этого тоже ничего хорошего не будет. Т.е. мы говорили об обязанности мужчины и обязанностях женщины, потому что женщина, да, она должна его переключить на более эмоциональную среду, чтобы он не пришел с работы сухим, с него удушает, и, как бы, он ничего не видит, ничего не понимает, есть цель, не вижу препятствия. Т.е. вот он, телевизор, цель. Т.е. она должна его переключить на такую эмоциональную, т.е. покормить его, а дальше уже начать воспитывать. Т.е. а как мужчина точно так же действует, как мы говорили, он заходит, тарелка разберется, он должен, как бы, ее эмоционально восстановить, да, а потом уже сделать какие-то нотации. Т.е. это будет тогда закончено. Т.е. может знать о том, что его переключает? Т.е. может знать, может не знать, не важно. Т.е. может вообще, может показать, слушать далеко. Т.е. в принципе, это не так важно. Т.е. чувствовать, в каком мы сейчас полушарии, левом или правом. Т.е. да, что надо переключиться лучше. Т.е. это не важно. Т.е. вот надо переключать умение, вот это искусство. Т.е. вот как искусство этому научиться, там, насидимый, вот голову ломаем? Т.е. помните, мы говорили, как можно учиться? Т.е. учиться – это значит брать это качество у того, у кого он и есть. Т.е. вот есть женщины, которые умеют делать это. Т.е. как есть мужчины, которые умеют, ну, как бы, ну, как мы говорили, да, вот есть разные сферы. Т.е. обучение не заключается в том, чтобы теоретическое дать знание. Т.е. обучение заключается в том, чтобы человек изменился, чтобы он получил вот эту силу, которую может реализовать. Т.е. и как обучение? Потому что мы сейчас начали опять говорить теоретически. Т.е. теоретически, значит, расскажите мне вот пополучку, да? Т.е. разно, да. Т.е. скажи, какие фразы, что иначе. Т.е. я, кстати, вспомнила пример такой жизни, как переключить мужчину с работы на какие-то другие дела, да? Т.е. он загруженный долго там, я заставляла раскладывать детские игрушки, конструкторы по коробкам. Т.е. сначала это было дико просто для него. Т.е. я пришел, я думаю, я говорю, давай прилечешься, вот тебе коробочки. Т.е. пять конструкторов, и придем мелкие хочешь, разложи их. Т.е. еще один конструктор будет? Т.е. нет, он это очень, кстати, в мозге отключается. Т.е. ему причем захотелось еще что-то делать. Т.е. прямо в любом, а давай еще что-нибудь сделаем там такое. Т.е. ну ладно, сегодня будем платить. Т.е. либо, например, на даче, да? Т.е. берешь, даешь ведерко в руку, и тугу работу ведерко поливать. Т.е. он так только нравится тебе, и отключается, да? Т.е. ну, какую-то... Т.е. поймите, что в отношениях не будет, в отношениях, это сфера от сферы, в которой не будет четких рекомендаций. Т.е. говорите это, делайте так. Т.е. нет, этого не будет. Т.е. обучение как раз, знание заключается в том, что человек, общаясь с тем, кто это умеет делать, он получает это автоматически. Т.е. как вы говорили, что мужчина стал ответственным, да? Т.е. он не поймешь, что такое ответственность. Т.е. он может быть юристом со стажем, у него крутая машина, а при этом он едет на дискотеке и потом к маме. Т.е. у меня есть много таких... Т.е. у меня есть пара знакомых, которые так до сих пор живут, им уже, извините меня, не буду дорожаться, летом. Т.е. они вот так живут. Т.е. машина там около двух миллионов стоит. Т.е. при этом квартира с гардиной, которая висит вот так, вертикально почему-то. Т.е. и при этом у мамы обедают. Т.е. не так нравится. Т.е. ответственность не понятая. Т.е. это страх просто. Т.е. страх. Т.е. преодолениеật вот на особенности как соревнования, т.е. вперед этим страх у тебя, ты еще не начал. Т.е. как только начал всё. Т.е. т.е. природа. Т.е. просто начал это делать, ты чувствуешь наоборот вдохновение, силу. Т.е. взял за ответственность за голову и чувствуешь? Т.е Dynasty пazi не строго. Ну что бы человек ни упоминь не говорил, как бы он какие-то героины строил, у тебя уже вкус другой, ты взял за него ответственность. Т.е в суд. Т.е. ответственность, Её невозможно теоретически обучить. Её можно только подцепить, как мы говорим. Образование ценностей, оно подцепляется, оно информативно и его не дашь. А вот про переключения, про вот эти. То есть люди уже, которые об этом знают, ну как-то они сами себя на этом ловят, да, на вот мужчину? У них это проще получается, да? То есть на эмоции может быть сложнее мужчине перейти, а где-то себя оборвать в эмоциях и на логику? Да, уже проще, да? Но это не говорит о том, что проще, это как раз искусство внутреннего контроля. Потому что образование заключается не в том, чтобы напичкать себя информацией, которая в разных обстоятельствах абсолютно не будет работать. Как я помню, в детстве мы ходили на все сеансы разных фильмов, не пропускали, в деревне жили. Потому что почему? Нам нужно было понять, как нам действует ту ситуацию, в другой. И мы практически каждый день ходили на сеансы, чтобы понять, как действовать, как жить. Но, к сожалению, в разной ситуации всегда будет разный какой-то вот. И вот образование заключается не в том, чтобы напечатать, как бы накачать себя информацией, а в том, чтобы уметь контролировать работу своим мозгом. То есть, когда надо, ты включишься, а когда надо, выключишься. То есть, вот это и есть контроль ума. И, в принципе, вот в этом заключается образование – контроль. Контроль ума. То есть, чтобы сама уже научиться, да? Да. То есть, это определённая практика. И она начинается с того, что человек, мужчина, для мужчины это важно. Мужчина начинает контролировать чувства. Что это значит, контроль чувств? Это значит, какое-то время он постится, не говоря уже о каких-то вредных привычках вообще. То есть, это человек, ну, если вредная привычка, это значит, человек вообще не контролируется в состоянии психики своей. То есть, он должен быть аскетом. Мужчина – это аскет по природе. Он совершает аскет с рождения. Я приводил пример в прошлый раз школы, ведической школы в Индии. То есть, там мальчики, они спят на земле. При этом они несчастные такие. Потому что, когда человек что-то терпит, у него внутренняя сила возникает. Ну, нормальная терпения, не какие-то идиотские терпения, какие-то выдумывает сам себе. И он тогда слабенький. А когда он что-то терпит, ну, сила такая возникает, что он просто что-то сказал, человек отрезает силу. И вот эта сила возникает из-за того, что человек испытывает определенные трудности, правильные трудности. Они закаляют. Это мужское образование. Ничего больше мальчикам не надо. Не надо ему, там, катангицы, там, синусы, там, еще какие-то вещи. Кому они-то будут нужны эти катангицы? Катангиц, может, когда-то ему понадобится, он ни в кое его возьмет. Не проблема. Там, нашел где-то катангиц. То есть, это уже другое. То есть, если у человека есть возможности, он найдет, что ему нужно в жизни. А сейчас все наоборот. Ему дают, как бы, в чем называется несчастье, да, человека? Ведическое определение несчастье или счастье. Несчастье – это когда возможности у человека на полу, а потребности на потолке. То есть, он много хочет, а возможности мало. И вот эта разница есть несчастье. И, наоборот, если возможности превышают желание – это счастье – простое определение. То есть, в принципе, у человека должны развиваться возможности, а не информативные данные. В этом кардинальное отличие ведической педагогии. Ну, обычно, сейчас, просто странно. Можно, хотя бы, вопрос. Вы сейчас сказали про возможности и желания. В силу своей профессии встречает очень много людей. И ведет таких людей, у которых возможности, ну, как я говорю, кредогу будет столько, даже как моя машина. И человек несчастье. То есть, у него семья есть, ребенок. И вот он это не знает, как же вот себя уже в жизни заселить. Я тогда, ну, советую, когда вы бы сходили в детский дом, да, или там краковые больные. Счастье привалило просто сразу на это. Вот как вот почему такие люди несчастны? Чем желание – это подобно костру. То есть, чем больше вы выполняете, да, желание, тем дровами тушите костер, да? То есть, на какое-то время костер затухает, а потом разгорается еще и среди. Желание невозможно побороть, удовлетворяя желание. Вот именно у них нет желания уже. Они уже не знают. Нет. Нет, наоборот. У них столько желаний, что они не могут даже… Желания настолько вот переключили их направо, что они даже не могут понять, какие они желания. Это мужская работа в разных условиях, исходя из этого неровизиала. То есть, человек уже настолько, как бы, да, то впеет вот количество желаний, что он даже не может уже понять, а что же его может вообще в жизни? Он даже не может понять, что ему сейчас принесет удовлетворение. Ну, как бы, ну, есть же масса основных таких людей, которые, ну, могли бы представить мир лучше, да? То есть, имея вот свои вот эти возможности. Почему бы они не пойти вот и не помочь больным детям? Потому что нет рядом женщины. Той, которая… А, ну, то есть, просто не той женщины, которая… Шершелефан, да, которая просто направила… Правильно. Потому что мы говорили, что это существование разрушления, это сфера мужчины. И действовать начинает тогда, когда женщина. Иначе мужчина аскетом становится… Если он возвышенный мужчина, он становится аскетом. Если не возвышенный, он просто сидит на диване, и всё. А вот к деятельности, в социуме, в результату, это даёт и женщина. Это женские уже аспекты начались. То есть, она его включает. Ну, что, время надо? Ну, всё, спасибо большое. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я очень часто был в вашей обществе. И всегда буду рад. Спасибо. Присутствовать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Для тех, кто присутствует в группе Self Discovery первый раз на этой лекции, если есть желание, можете подписаться на нас ссылку, будете получать оперативную информацию в предстоящих лекциях, семинарах. Также группа Self Discovery есть в ВКонтакте. Можете присоединяться, какие-то отзывы, пожелания свои писать. Будем рассматривать, стараться учитывать ваши пожелания. В предстоящих лекциях, семинарах ровно через неделю будет классный человек выступать. Дэнни Даял с лекцией о коучинге. Коучинг – это в двух словах раскрытие внутреннего потенциала, внутренних возможностей в человеке. Потому что будет интересно приходить им. Это, наверное, будет последняя в этом году лекция, потому что большая часть клуба Self Discovery выезжает в горную шорю. На неделю тоже есть места. Можете присоединяться, будет йога, будет возможность личностного роста. Одна лекция? Одна будет лекция всего? Одна лекция. Ну, возможно, еще перед Новым годом сделаем. Кстати, за активное участие я в прошлую лекцию благодарил бородатого человека. Вот в этот раз поблагодарю Лысого Эмбитова. Тебе что, говорят? Тебе так лучше? Правда, его не узнаете это. Спасибо, Николаев. Теперь спасибо за активное участие сегодня. Плюс поблагодарим за просад, за вот эти вот вкусные шарики. Галина, она опять для нас всех приготовила. Те, кто не спел, можете взять с собой, пожалуйста. И спасибо вам большое, что приходите на участки таких мероприятий. Будем рады вас видеть вновь. Спасибо. 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 Спасибо.